Продолжаем работу, пожалуйста, включите режим регистрации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет возражений, коллеги. Девятнадцатый вопрос. Проект федерального закона о территориях, опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. И двадцатый. Проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты России в связи с принятием федерального закона о территориях, опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Докладывает Кирилл Игоревич Степанов, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, Вашему вниманию представляется проект федерального закона о территориях, опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, а также связанный с ним проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Законопроекты разработаны в исполнении поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию. Проекты федеральных законов устанавливают правовые основы создания территории, опережающего развития на Дальнем Востоке, а в последующем и на всей территории России, со слабыми условиями осуществления предпринимательской деятельности. Ключевой идеей законопроектов является обеспечение на таких территориях привлекательных условий деятельности резидентов по сравнению с аналогичными территориями, функционирующими в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Из чего мы исходили при подготовке этих законопроектов? Рынок Дальнего Востока крайне мал и характеризуется низкой плотностью населения. Перевозка продукции в европейскую часть экономически невыгодна. Вместе с тем рядом находится гигантский и быстро растущий рынок стран АТР. Одним из главных инструментов экономического роста на данном рынке – это аналогичные территории опережающего развития. Их более 400 в Китае, почти 50 в Южной Корее, только в одном городе – Сингапуре – создано 5 таких территорий. На территории Дальнего Востока предлагается создание именно таких точек роста. Согласно законопроекту, территория опережающего развития создается по решению правительства на основании предложений уполномоченного органа. Принятию указанного решения предшествует глубокий анализ социально-экономических факторов и географических характеристик конкретной местности. Таким образом, при принятии решения о создании территории опережающего развития реализован принцип индивидуального подхода, который учитывает все конкретные характеристики конкретной местности. Решение о создании территории согласовывается с высшим органом исполнительной власти субъекта и с органом местного самоуправления, с которыми также заключается соглашение о создании территории. Полномочия по управлению территорией возлагаются на уполномоченный федеральный орган, управляющую компанию и наблюдательный совет. Система управления территориями опережающего развития реализована по принципу одного окна для инвестора. Уполномоченный федеральный орган реализует регулирующие контрольные надзорные полномочия. Управляющая компания создается на основании решения правительства в виде акционерного общества со 100% государственным участием и реализует управленческие административно-хозяйственные функции. Наблюдательный совет создается в целях координации деятельности контроля за выполнением соглашения о создании территории опережающего развития. По нашему мнению, консолидация функций по управлению территориями в единой системе управления, предусматривающая в том числе выполнение органами управления территорией отдельных полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти, обеспечивает полную ответственность органов управления ТСР за достижение целей создания территории и формирования благоприятного инвестиционного климата на них. Принципиально важное значение в законопроекте придается установлению особых режимов предпринимательской деятельности. Это и установление особенностей трудовой деятельности, осуществление медицинской деятельности, образовательной деятельности на территории. Второе – это особенности осуществления государственного контроля и муниципального контроля. Третье – приоритетное подключение к объектам инфраструктуры территории опережающего развития. Четвертое – предоставление государственных услуг на территории опережающего развития, в том числе по принципу одного окна и путем наделения управляющей компанией полномочиями по созданию многофункциональных центров. Пятое. Установление льготных ставок арендной платы за пользование резидентами, объектами недвижимого имущества. Шестое. Возможность установления процедуры свободной таможенной зоны. Седьмое. Устанавливаемые в соответствии с налоговым законодательством налоговые льготы и преференции. Восьмое. Пониженные тарифы страховых взносов. Совокупный тариф 7,6%. Кроме того, законопроекты предусматривают набор мер для ускорения создания и развития инфраструктуры ТОРов. Во-первых, это особенности осуществления градостроительной деятельности, в том числе упрощённый порядок подготовки и утверждения документации по планировке территорий. Во-вторых, ускорение проведения государственной экологической экспертизы. В-третьих, изъятие и предоставление земельных участков, расположенных на них объектов недвижимого имущества. В-четвёртых, возможность ускоренного и упрощённого установления сервитутов в отношении земельных участков. Наконец, пятое. Возможность использования лесов для размещения объектов инфраструктуры ТОРов. Проектом федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты предусматривается изменение положений порядка 20 федеральных законов. В основном, изменения направлены на законодательное обеспечение и изъятие из общих правовых режимов. Кроме того, в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации вносятся изменения, устанавливающие пониженные тарифы страховых взносов. И, соответственно, предусматривается в федеральном законе о страховых взносах Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, порядок и условия применения пониженных тарифов для резидентов. Уважаемые коллеги, законопроекты направлены на стимулирование притока инвестиций в территорию опережающего развития, создание новых рабочих мест. В конечном итоге законопроекты приведут, по нашему мнению, по нашей оценке, к кардинальному ускорению экономического роста и привлечению инвестиций на территорию, в первую очередь, Дальневосточного федерального округа. Проекты законов, максимально ориентированы на интересы инвесторов, соответствуют самым высоким мировым стандартам. Мы рассчитываем, что такие территории в течение 10 лет обеспечат приток более 600 миллиардов частных инвестиций только на Дальний Восток России, позволят создать не менее 37 тысяч рабочих мест. Прошу вас принять проекты федеральных законов. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Кирилл Игоревич. Присаживайтесь. Игорь Николаевич Руденский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, с законопроектами на территориях опережающего развития устанавливается правовой механизм создания функционирования территории опережающего социально-экономического развития, прежде всего, на территориях Дальнего Востока. Сегодня удаленность территории Дальнего Востока, несбалансированность транспортной инфраструктуры, ограниченность доступа к единому энергетическому рынку и низкая мобильность трудовых ресурсов ограничивают привлечение инвестиций в создание производств с высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем, этот край обладает значительным потенциалом, разнообразными и богатыми природными ресурсами и имеет все благоприятные возможности для развития высокотехнологичных производств. Целью законопроекта является создание условий для обеспечения глобальной конкурентоспособности на территории опережающего социально-экономического развития. Законопроектами предложены максимально возможные условия для эффективного и ускоренного развития стартовых площадок, так называемых территорий и локомотивов, путем создания инфраструктурных проектов, обеспечения благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и представления налоговых льгот для участников территории опережающего развития. Очевидно, что представленные законопроектами преференции и дебюрократизационные меры сделают территории опережающего развития максимально привлекательными и открытыми для инвесторов. Это позволит создать на Дальнем Востоке, а через три года и в других субъектах Российской Федерации, высокотехнологичное производство и, как следствие, выпуск конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции. В комитет поступили заключения счетной палаты, также общественной палаты, в которых отражены замечания, которые, конечно же, мы учтем ко второму чтению. Также получено заключение комитетов-соисполнителей Государственной Думы. Все комитеты-соисполнители поддерживают концепцию законопроекта, а также отзывы и предложения субъектов Российской Федерации. Комитет поддерживает концепцию представленных законопроектов и рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении два законопроекта с учетом доработки ко второму чтению. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Прошу записаться, включить режим. Покажите список. Владимир Владиславович Семёнов. Спасибо. Кирилл Игоревич, вопрос такой. Есть ли обязанности управляющих компаний отслеживать, какие предприятия находятся вокруг территории, опережающей развития, и которые будут у нас размещены на территории? Поясню, что если мы строим новый завод, например, панельного домостроения внутри территории, то умрет завод панельного домостроения, который стоит там на границе этой территории. И люди не получат новые рабочие места, а наоборот потеряют. И предприниматели, которые находятся рядом с данной территорией и проживают в этой местности, потеряют свой бизнес, потеряют работу. И второй короткий вопрос. Не считаете ли Вы, что многие инвесторы из соседних государств будут заинтересованы в строительстве новых предприятий для того, чтобы рабочая сила их... Пожалуйста, отвечайте. Владимир Владиславович, мы компетенцию управляющей компании от компетенции уполномоченного органа не разрываем. Предусмотрены и будут эти полномочия развиты с точки зрения соглашений, которые будут заключаться и между субъектом, муниципалитетом и уполномоченным органом, с одной стороны. С другой стороны, предусмотрено заключение соответствующих соглашений между управляющей компанией и региональными муниципальными органами власти также. Вот содержание этих соглашений должно ответить на решение тех вопросов, которые напрямую не урегулированы в законе. Спасибо. Федор Семенович Тумусов. Спасибо. У меня заместителю министра вопрос. Законопроект направлен в том числе на улучшение инвестиционного климата регионов в целом Дальнего Востока. И эксперты, когда изучают, рассматривают инвестиционный климат в регионах, всегда приводят пример Калужской области и связывают это с авторитетом первого лица, руководителей субъекта федерации. У меня вопрос такого порядка. Когда вы будете отбирать проекты резидентов, инвестиционные проекты, насколько я понимаю, вы будете отбирать экспортоориентированные производства или будут производства, которые ориентированы на внутренний рынок? Что все-таки будет перевалировать при отборе резидентов территории приезжающего развития? Спасибо. Спасибо, Анна Борисовича. Преференциальные виды экономической деятельности, которые должны осуществляться на той или иной территории в соответствии с ее профилем, которые будут установлены в решении правительства о создании этой территории. Поэтому таким образом будет создана гибкая система отбора резидентов. Естественно, и уполномоченные органы, управляющая компания будут отвечать в конечном итоге за то, чтобы вплоть до привлечения иностранных работников и трудовых ресурсов были обеспечены права наших граждан. Борис Леонидович Резник. Спасибо. Уважаемый Кирилл Игоревич, проектом закона возбраняется размещать торы, создавать торы в границах особой экономической зоны или зоны территориального развития. Ну, насколько мне известно, в пределах Хабаровского края предусмотрено пока создать три территории опережающего развития. Это Советская гавань, это Комсомольск-на-Амуре и близ Хабаровска, там, село Тополево. Но Советская гавань – это зона особого экономического развития. Как тут вот эти разночтения предотвратить-то? Спасибо. Поскольку такое ограничение предусмотрено проектом федерального закона, мы, естественно, при формировании границ территории опережающего развития будем исходить из того, чтобы они не пересекались. Это необходимо просто по формальным основаниям сделать, потому что разные налоговые режимы применяются и в особых экономических зонах, и в территориях опережающего развития, разные режимы осуществления предпринимательской деятельности. Границы в любом случае будем предусматривать, чтобы они не совпадали. Спасибо. Андрей Дмитриевич Крутов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Кирилл Игоревич, законопроект, который внесён правительством, предполагает, что территории опережающего развития в ближайшие три года могут создаваться только на территориях Дальневосточного федерального округа. При этом неоднократно отмечалось, что создание таких территорий опережающего развития целесообразно осуществлять и в пределах Прибайкалья. Об этом говорил и президент Путин в своём послании к Федеральному собранию. Я в Государственной Думе представляю Иркутскую область. Правительство региона обратилось ко мне с просьбой поставить вопрос о необходимости предоставления Прибайкальским территориям, возможности создания территории опережающего развития, тем более, что на территории той же Иркутской области находится Кавыктинское месторождение, важное для освоения нами азиатско-тихоокеанского рынка энергоресурсов, который является ресурсной базой силы Сибири. Поддержите ли Вы соответствующие поправки? Уважаемый Андрей Дмитриевич, на настоящий момент правительство приняло решение о том, что как пилотный регион Дальний Восток пойдёт в первую очередь. В самом законопроекте предусмотрена система, что в остальных субъектах тоже будут создаваться соответствующие территории, будут, соответственно, определены уполномоченные федеральные органы. Просто если этот опыт удастся, будем его тиражировать в дальнейшем на всю остальную часть Российской Федерации. Спасибо. Алексей Викторович Корниенко. Вопрос к заместителю министра. Уважаемый Кирилл Игоревич, скажите, пожалуйста, вот знакомясь с этим документом, возникает достаточно много вопросов, мягко говоря, коррупционной составляющей написанной здесь. Ну вот в частности, что касается управления данными территориями, где достаточно огромные права даются руководителям, которые могут принять, могут не принять компанию резидента, могут отказать компанию уже работающей там и так далее. Вот вопрос, проходил ли данный законопроект антикоррупционную экспертизу? И второе, какие будут последствия для бизнеса, не являющимися резидентами в данных территориях? Спасибо. Уважаемый Алексей Викторович, в процедуре рассмотрения законопроектом правительством, безусловно, проходила и независимую антикоррупционную экспертизу. И экспертизу в Минюсте, коррупциогенные факторы не были выявлены. Вопрос отбора резидентов и заключения с ними соглашения и основания, по которым с резидентом может быть не заключено соглашение, напрямую установлено в законопроекте. А негативных последствий для бизнеса мы не ожидаем. Мы, наоборот, ожидаем, что создание территории опережающего развития и привлечение частных инвестиций создат возможности для появления новых бизнесов вокруг этих территорий, которые связаны с обслуживанием якорных инвесторов, которые будут в этих территориях. Спасибо. Владимир Николаевич Хедоткин. Кирилл Игоревич, законопроект не первый раз вносит мысль, которую Вы сегодня высказали. Но у меня опасение, что это будет во многом связано, прежде всего, с добычей полезных ископаемых, разработок леса, а то есть сырьевое. А Вы не рассматривали момент, почему Дальний Восток, а почему не Центр России? Здесь очень много огромных стратегических предприятий стоят, но не работают. Стены, крыши, станки, кадры есть. Но только без работы готовы. Научный комплекс мощнейший. Потребуется, может, в десятки раз меньше денег, чтобы запустить весь этот комплекс научно-производственный. Получить огромные деньги, помочь можно кому угодно. И Дальний Восток, и так далее. Дешевле достичь тот же самый эффект, дешевле достичь рывок, о чем говорит постоянно президент России. Вы рассматривали вариант Центрального федерального округа, где все уже есть, нужно маленький толчок финансовый какой-то? Или это потом, на 30-40-е годы? Уважаемый Владимир Николаевич, законопроект разработан был специально, исходя из тех экономических диспропорций развития, которые существуют на Дальнем Востоке. И, как вы помните, в своем послании президент отметил приоритет стратегического развития именно Дальнего Востока на весь 21 век. Таким образом, этот законопроект предусматривал, в первую очередь, на стадии разработки меры по развитию достаточно сложной, больше третьей территории Российской Федерации, это Дальний Восток. Поэтому мы формировали законопроект, исходя из необходимости формирования точек роста именно на Дальнем Востоке. При этом на остальной части России существуют иные меры поддержки, те же самые особые экономические зоны. Но через три года этот законопроект позволит создавать территорию опережающего развития в любом регионе страны. Спасибо. Сергей Юрьевич Тен. Уважаемый Кирилл Игоревич, вопрос аналогично уже прозвучал, но я хотел бы уточнить. Вот президент в своем послании говорил не только про Дальний Восток, говорил и про Байкальский регион, говорил про Хакасию, про Красноярский край. В одной только Иркутской области в высочайшем уровне проработанности находится вопрос по созданию торов. 10 городов, 10 районов, более 23 тысяч рабочих мест, более 30 миллиардов поступлений планируется средств в бюджеты Иркутской области. Зачем нам ждать три года? Зачем? Зачем этот срок? Почему мы не можем сразу пилотные регионы и Байкальский регион, Красноярский край, Республику Хакасия? Президент об этом говорил в своем послании. Спасибо. Уважаемый Сергей Юрьевич, я могу лишь уточнить то, что я сказал ранее, что поскольку аналогичный законопроект на такой большой территории страны не применялся, несмотря на то, что он вбирает в себя опыт отдельных законодательных актов, реализуемых в отдельных частях страны, поэтому при принятии решения о первичной апробации норм этого закона на территории Дальнего Востока, как раз принималось во внимание то, чтобы провести пилотную работу, провести работу над ошибками и начать старт новых территорий опережающего развития, в том числе в Байкальском регионе, прежде всего в Байкальском регионе, это действительно было в послании, как раз с учетом того опыта, который даст нам применение этого закона на территории Дальнего Востока. Спасибо. Владимир Юрьевич Позняков. У меня вопрос Кириллу Игоревичу. Я тоже согласен, я депутат из Байкальского края, согласен с Байкальским регионом и некоторыми ответами, которые вы дали, но я не хочу уточнить для себя следующее. Сроки пилотного закона, насколько вы ориентируетесь, когда будут развиваться следующие территории, это первый вопрос. Второй. Гоки, не Гоки, а города, моногорода, там предприятие, и много народу работает, и инфраструктура имеется. Их возрождение предусматривает в дальнейшем. И третий. У нас роздано документ счетной палаты. Как вы среагировали на те замечания, которые, на мой взгляд, очень справедливы, были изложены в этом документе. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Начну с последнего. Замечания счетной палаты мы внимательно изучили, а вы общественные имеете в виду. Замечания общественные палаты мы присутствовали на общественных слушаниях, на нулевом чтении, выступали, слушали всех участников. Были абсолютно разные полярные позиции, как за, так и против. Мы услышали больше позиций, больше аргументов за территорию. Мы предложили, что надо рассматривать плюсы и минусы, может быть, конкретной территории применительно к абсолютно конкретным проектам территории опережающего развития. У нас, как вы знаете, предварительно 14 таких площадок отобрано. Пять из них мы планируем реализовать до конца 2017 года. На стадии принятия решений правительства мы, безусловно, будем относиться ко всем замечаниям и ранее высказанным по законопроекту. Что касается первой части вашего вопроса, ну, естественно, я просто отвечал уже на это. Будут территории опережающего развития создаваться с учетом опыта применения этого закона на Дальнем Востоке. Это принципиальное решение. Спасибо. Константин Александрович Лазарев. Кирилл Игоревич, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой мере положения законопроекта будут направлены на снижение себестоимости выпущенных товаров, оказанных услуг на территории ТОРов? То есть я бы хотел конкретно услышать, насколько законопроект позволит уменьшить себестоимость. Уважаемый Константин Александрович, учитывая, что мы предусматриваем в рамках этого законопроекта и второго законопроекта о внесении изменений в налоговый кодекс меры налогового стимулирования, понятно, что себестоимость будет снижаться. Спасибо. Алексей Николаевич Диденко. Заместительный министр, вопрос. Уважаемый Кирилл Игоревич, вы не удивляетесь в подходе? У нас 85 субъектов, 76 депутатов от 76 субъектов начнут задавать вопрос, почему территории опережающего развития не создаются в их субъектов, забывая, что вы замминистра по делам Дальнего Востока. И положительный ответ означал бы, что вообще такое министерство не нужно. Вопрос у меня в следующем. Фракция ЛДПР немножко иной подход исповедует, и мы много раз об этом говорили в Государственной Думе, о том, что нужно специальный налоговый режим создавать на территории всего Дальнего Востока, во всех девяти регионах. На наш взгляд, создание подобный подход, создание торов – это полумера. Вот в зависимости от ответа на ваш вопрос будет зависеть позиция фракции по голосованию. Является ли это таким промежуточным шагом, и в дальнейшем такие подобные налоговые режимы будут распространены на территории всего Дальнего Востока, по примеру, например, особой экономической зоны в Магаданской области, где режим создан на территории всего субъекта? Уважаемый Алексей Николаевич, мы, безусловно, поддерживаем, как представитель Минвостокразвития, я могу поддержать создание таких режимов. И аналогичные меры предусматриваются в законопроекте, который подготовлен в Совете Федерации. Но как представитель правительства я могу ответственно заявить, что те меры налогового стимулирования, на которые сейчас пошло с учётом бюджетных ограничений правительства, они на настоящий момент дают возможность создать только отдельные точки роста на территории Дальнего Востока. Но формирование этих точек роста, по нашему мнению, даст большой задел. У нас в первые 10 лет, по нашей модели, после создания территорий, налоги не такие большие, там порядка 50 миллиардов рублей, но на 2011 год после функционирования торов уровень поступления доходов бюджета бюджетной системы сразу возрастает ежегодно, более 70 миллиардов рублей. Спасибо большое. Кто хотел бы выступить? Прошу записаться. Включите режим. А пока идёт запись, я к микрофону приглашаю представителя общественной палаты, Лидию Юрьевну Михееву. Приглашаю для уступления в соответствии с решениями Совета Государственной Думы. Покажите список записавшихся. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, Общественная палата Российской Федерации благодарит вас за возможность принять участие в этом обсуждении и особенно обращает внимание на то, что по этому законопроекту проведена была действительно тщательная общественная экспертиза, поскольку вызвал он серьёзный общественный резонанс. Были проведены нами онлайн-совещания с представителями, прежде всего, Дальневосточного региона и так называемые нулевые чтения, о которых уже сказал представитель министерства. И на чтениях этих, к сожалению, к общему знаменателю участники обсуждения так и не пришли. По результатам проработки законопроекта с экспертами в области экономики, финансов, права, регионального развития, Общественная палата подготовила заключение, оно в установленном порядке, представленном в Государственную Думу. В целом, поддерживая, безусловно, идею и само стремление развивать, максимально развивать регионы, требующие толчка определённого и роста, безусловно, Общественная палата полагает, что в представленном в Государственном Думе тексте законопроекта сохраняются довольно серьёзные проблемы, которые, во всяком случае, требуют учёта. Первый вопрос, на котором следует заострить внимание, это управляющие компании и их дочерние структуры, которые почему-то будут организовываться с участием коммерческих структур юридических лиц, а больше всего волнует, безусловно, правовое положение управляющей компании, которая, с одной стороны, отчасти замещает государственные органы, ведёт реестр резидентов, организует строительство, развитие, инфраструктуру, предоставляет земельные участки, получает при этом значительную государственную и муниципальную собственность в руки, наполняется средствами бюджетов, с одной стороны. С другой стороны, при этом серьёзно ограничиваются полномочия органов государственной власти. Достаточно посмотреть статьи 21 и 22. Упрощение многих процедур, которые предусматриваются проектом, в том числе процедур градостроительных, процедур изъятия земельных участков, что немаловажно, со всей необходимостью диктует вопрос, а кто будет нести ответственность перед населением региона, предпринимателями региона в тех случаях, когда решения будут приниматься ошибочными. Сегодня, когда эти полномочия осуществляют органы государственной власти, органы местного самоправления, ответственность, понятно, настроится на Конституции, и она может быть в том числе и имущественной в виде возмещения всего ущерба, причинённого не вполне точным или ошибочным решением органов власти. Вот из проекта ответственности управляющей компании, к сожалению, мы не видим. Есть ещё и другие претензии к этому тексту, в частности, к статье 18. Как отмечено в заключении Общественной палаты, статья 18, говорящая о привлечении иностранной рабочей силы, весьма серьёзное исключение предусматривает из общих правил миграционной политики Российской Федерации, и, по крайней мере, это требует дополнительного обсуждения. Завершая своё выступление, я бы хотела подчеркнуть, что Общественная палата искренне заинтересована, как и все, в гармоничном развитии регионов Российской Федерации, но убедительно просит Государственную думу учесть высказанные замечания при рассмотрении законопроекта. Спасибо. Спасибо, Лидия Юрьевна. Переходим к выступлению представителей фракции. От КПРФ выступает Константин Александрович Лазарев. Уважаемые депутаты, уважаемый Кирилл Игоревич, по поводу законопроекта я хочу вот что сказать. Законопроект, мы проголосуем за этот законопроект, он, безусловно, направлен на решение интересов Дальнего Востока, однако сразу хочу обратить внимание, что результат от этого законопроекта будет крайне мизерный. Вот на все существенные вопросы, Кирилл Игоревич, вы сейчас сегодня не ответили. Вы ответили на все вопросы, которые являются сопутствующими. Ваш законопроект тоже, он в основном решает сопутствующие проблемы, связанные с проблемой Дальнего Востока. Вопрос первоочередной для экономики, вопрос сбыта, на него мы сегодня ответ, хотя он вопрос этот задавался, ответ на него мы от вас не получили. Куда будет сбываться та продукция, которая будет производиться на Дальнем Востоке? Либо это будет Дальний Восток, сам территория Дальнего Востока, или она будет экспортно-ориентированная. Если это экспортно-ориентированная продукция, то сразу вам могу сказать, что, скорее всего, это будет сырьевая отрасль. Даже из вашей презентации следует, что большая часть потенциальных резидентов, инвестиционные проекты, которые готовы к реализации, это сырьевой направленности производства. Но законопроект никаким образом их проблемы не решает. Если у нас на Дальнем Востоке сегодня Ургал уголь добывает уголь, продает его по 50 долларов за тонну, а год назад еще цена была 110 долларов за тонну, цена упала в два раза, в какой мере решает проблему данного предприятия ваш законопроект? Он ни в коем случае не будет стимулом для развития данного предприятия. Вы не ответили практически о том, насколько законопроект повлияет на снижение себестоимости выпускаемой продукции. В части внесения изменений в налоговый кодекс, да, безусловно, но это мизер. Вот ровно на такой же мизер стоит ожидать результата от реализации законопроекта. Вообще складывается такое ощущение, что сегодня не результат становится целью деятельности, а движение к этому результату является целью деятельности. Законопроект — это как раз и есть пыль в глаза, чтобы нам всем показать, что мы движемся в направлении развития Дальнего Востока, не решая ключевые вопросы Дальнего Востока, не решая проблему транспорта, не решая проблему сбыта, не решая проблему высокой себестоимости выпускаемой продукции на Дальнем Востоке. Говорить о том, что данный законопроект кардинально улучшит экономическое положение на Дальнем Востоке, это откровенное заблуждение нас всех, это ложь. Никаким образом этот законопроект не решает проблемы Дальнего Востока. Какие конкурентные преимущества получают дальневосточники, если вы сами сегодня сказать не можете, что конкретно в этих территориях опережающего развития будет производиться? Правильно Борис Львович сказал, три территории опережающих развития в Хабаровском крае — это Комсомольск-на-Амуре, Советская гавань и село Ракитное. Они уже сами по себе, по своей природе, не будут локомотивами развития Хабаровского края. Советская гавань, порт Ванино — это порт, сам по себе ворота, через которые товары проходят, которые в силу того, что являются воротами, не будут являться какой-то площадкой для производства. Ракитное — это сельское хозяйство и логистика. Доля, которая в Валовом внутреннем региональном продукте Хабаровского края мизерная, соответствующий выхлоп будет мизерный. И Комсомольск-на-Амуре — это единственное, что что-то как-то немножечко сдвинет с места. Основная направленность территории опережающего развития станет именно сырьевой направленностью. Предприятие сырьевой направленности — это добыча угля, это добыча леса. И через три года, когда зайдет вопрос об отчете, о докладе, как продвигается реализация этого законопроекта, вы будете снова нам рассказывать об успехах реализации данного законопроекта, но в основе этих всех цифр у вас будут лежать именно результаты деятельности сырьевых компаний. А я думаю, что реализация этого законопроекта не должна быть направлена на поддержку сырьевых компаний. Как я уже сказал, они и без законопроекта совершенно спокойно могут развиваться, и ваш законопроект проблемы сырьевых компаний не решает. По большому счету, ваш законопроект не решает проблемы, проблемы никакие дальневосточные. Это только лишь... Это мизер. Соответствующий мизер мы получим как результат. Спасибо. Спасибо. От фракции ЛДПР выступает Иван Николаевич Абрамов. Уважаемые коллеги, мы, наверное, очень много раз в этом зале ставили проблемы Дальнего Востока. Последние два года на всех уровнях, вплоть до уровня президента, вплоть до уровня послания президента, мы слышим, что каждый год приоритет будет у нас развитие Дальнего Востока. И что же мы видим? Мы видим, что за два года наше министерство профильное разработало закон о торах. Вот буквально вчера в этом зале мы заслушали министра по делам Крыма, который нам представлял законопроект по развитию Крыма, а именно закон об особой экономической зоне в Крыму. Там предполагалось дать всему Крыму преференции налоговые. То есть нелокальным точкам, что мы сегодня видим, то есть вы в законе о торах предлагаете создать локальные точки экономического роста. То есть это будет 100-200 гектар, на нем будут, условно говоря, располагаться 2-3-5 предприятий, которые будут иметь льготы по налогам. И вы думаете, из-за этого у нас исчезнут проблемы Дальнего Востока? Я думаю, нет. Вы думаете, из-за этого у нас перестанут уезжать люди из Дальнего Востока? Да, конечно же, нет. То есть по вашей пояснительной записке видно, что вы за три года потратите 42 миллиарда рублей на создание этих территорий опережающего развития и тем самым впоследствии дадите порядка 35 тысяч рабочих мест. Но есть два нюанса. Первый нюанс. В то же время вы даете право на территории этих торах завозить иностранную рабочую силу без каких-либо квот. Сегодня, наверное, мы все понимаем, что на Дальний Восток поедут гастарбаторы, которые стоят дешевле, которые будут завезены либо там с соседнего Китая, либо там с Кореи, либо с наших стран, бывших СНГ. Потому что они дешевле, с ними можно распоряжаться, соответственно, попроще и так далее. Мы это и так сегодня видим, что сегодня не имеют у нас многие предприятия возможности найти квалифицированных рабочих на месте. В то же время вы вот на эти 35 тысяч мест рабочих предлагаете дать возможность привозить без квот людей из-за рубежа. В то же время даже если на эти рабочие места придут люди, которые наши местные, то есть что такое 35 тысяч рабочих мест? Да это ничего. То есть у нас в Самурской области уезжает там в год столько людей, понимаете? То есть а вы ставите целью всего министерства. Дальше. В вашем законе очень много отсылочных норм. Все у вас будет решать постановление правительства, постановление правительства, профильные министерства и так далее, и так далее. Человек, бизнесмен, прочитав ваш законопроект, ничто для себя никакого вывода не сделает. Тем более не примет решение размещать какие-то производства на Дальнем Востоке. Дальше. Вот этот срок, который вы установили, что через три года данный закон будет распространяться на территорию всей страны. Но в первоначальной редакции этого не было у вас. То есть вы думаете, что бизнесмены все-таки ринутся развивать производство на Дальнем Востоке, зная, что через три года они смогут воспользоваться такими же точно льготами в других субъектах, там, где у них есть потребление этих продуктов, продукции, которая будет производиться на этих предприятиях. Да я вам скажу, что через три года у вас ровно там не будет построено ни одного предприятия. Посмотрите опыт особых экономических зон. Вот далеко ходить не надо, вот Москва, Зеленоград, там техника внедренческая зона. В 2005 году было постановление об открытии этой зоны. Финансирование нормальное. Еще там, по-моему, одно или два предприятия пока в стадии строительства. Остальные только в стадии планировки. То есть прошло уже 9 лет. Что мы увидим? То есть вот даже со вчерашним законом по Крыму. То есть Крым с 1 января 2015 года получит реальные налоговые льготы. Мы получим закон о торах Дальний Восток, который будем, вот эти территории опережающего развития, будем делать инфраструктуру туда проводить, железные дороги, электричество там, газ и так далее, и так далее. Ну в течение, я думаю, 3-4 лет. После этого туда придут предприятия, которые что-то там построят. Это еще года 2-3, то есть, ну условно говоря, через 7-8 лет мы получим вот эти 35 тысяч рабочих мест, которые, по мнению министерства по Дальнему Востоку, даст мощный толчок экономике Дальнего Востока. Да вот за эти 7-8 лет уедут еще 1300-1400, а вы создадите лишь 35 тысяч рабочих мест. Вот, наверное, об этом нужно думать. Фракция ЛДПР всегда предлагала более радикальные методы для того, чтобы решить проблему дальневосточников. Мы должны дать, во-первых, всей территории налоговые преференции. Мы должны создать такие благоприятные условия, чтобы все-таки те миллионы граждан, которые уехали в свое время оттуда, хотя бы там треть их задумалась о своем возврате. Мы говорили в этом зале и вносили законопроекты и по отсрочке от армии. Мы говорили о том, что необходимо обеспечивать жильем молодых специалистов и стимулировать каким-то образом для переезда на Дальний Восток. Мы должны понимать, что просто так, что мы там откроем, вот я, например, применимо Камурской области, два Тора, которые будут один газохимический, а второй там сельскохозяйственный, туда ринутся тысячи граждан, которые в свое время оттуда уехали. Да не будет этого. Давайте честно посмотрим правде в глаза и скажем, что этого не будет. Это вот, по моему мнению, данный закон, конечно, фракция ЛДПР его поддержит, но данный закон, он, знаете, вот показать какую-то работу министерства. К сожалению, мы сегодня не видим нормальных решений для поднятия Дальнего Востока. Спасибо. Так, Михаил Алексеевич Моисеев. Это вот то, что мы говорили по... Уважаемый Сергей Евгеньевич, заместитель министра Кирилл Игоревич, наверное, в этом зале для меня, человека, прожившего, прослужившего на Дальнем Востоке всю свою жизнь, вопрос настолько понятен и настолько решаемый, но такими методами, такими подходами, которые сегодня нам предлагают, мы его никогда не решим. Вот я внимательно прочитал заключение Общественной Палаты. Конечно, если мы во главу угла запишем первый пункт, что развитие новых производств на территории переезжающего социально-экономическое развитие должно осуществляться с обязательным условием сохранения нынешнего предпринимательского потенциала и стабильно функционирование уже имеющихся предпринимательских структур и организаций и не должно создаваться условий, порождающих вытеснение или закрытие, то никогда мы ничего не продвинем и никогда ничего мы не сделаем. Уважаемый Кирилл Игоревич, неужели вы понимаете, как замминистра, что территория переезжающего развития, что на Дальнем Востоке, но президент Российской Федерации, он может сказать руководителям других государств, не суйтесь в Россию. Да, Россия это медведь. И никто вас не просил к нам в тайгу лезть. Ну, Дальний Восток, это же не просто забытый край. Да, он сегодня вымирает. Я был командующим округом 7,5 миллионов квадратных километров, 6,5 миллионов населения. Сегодня территория осталась, а население 5,4 миллиона человек. Мы этим законом ничего не сделаем и ничего не заселим. Ничего не заселим. Мы создали объекты, которые сегодня думали, что они поднимут край. Приведу Ванино. Я там частый гость в месяц один раз. Я все 17 районов Хабаровского края знаю и всех руководителей муниципальных. В Ванино построили мощнейший перерабатывающий комплекс. А перерабатывать-то уже нечего. Леса-то нет. И по малым, и по большим рекам он уже вывезен в Китай. Мы 20 лет разговаривали на Дальнем Востоке о постройке перерабатывающих комплексов по границе с Китаем. Ни одного нет, кроме Ванино. И то же самое будет с территориями опережающего развития. Мне больно об этом говорить. Это не новое место. Это была мощная база. Там мощные были руководители, производственники. Мне посчастливилось служить, работать с таким секретарем, как Черный Алексей Клеменч, который 19 лет создавал этот край. И была оборонная промышленность, и сельское хозяйство, и соцструктура, и транспортная. Сегодня этого ничего нет. Мы хотим на новом месте создавать чего-то. Вот для меня сегодня человека, живущего там, защищающего этот край, непонятно. Я думаю, что база есть, и нужно грамотно этой базой распорядиться. Вот президент прилетел с Китая, куда? В Большой Камень. Называется «Звездочка». Там мы строили современные субмарины, которые по полгода находились в автономке. Затем 20 лет мы этой звезде резали те подводные лодки, которые обеспечивали нашу национальную безопасность. Там будет создаваться мощная база, не только та, которая у нас сегодня на севере, но и на Дальнем Востоке. Вот должны быть опорные точки для этого проекта «Территория опережающего развития». У нас в Комсомольске мощнейший ремонтный и мощнейший, продолжаем его реконструкцию, это то, что строит современные самолеты. И китайцы сразу ухватили за нашу 35-ю машину. Ей аналога сегодня в мире нет. Но Комсомольский судоремонтный завод, который строил дизельные подводные лодки, которые надводные корабли, это тоже база. Они говорят 10 военно-промышленных комплексов в Хабаровске в своем, Амуркабель, Дальдизель, Амурдивосток. Это мощнейшая база ремонтная, где ремонтировались и подводные лодки, надводные корабли. Почему мы должны на голом месте где-то чего-то создавать? Да, мне больно, конечно, и за Шимановск, и за Белогорск, и за Благовещенск, и за Райчихинск, и за Биробиджан, и за Хабаровск, и Комсомольск, и Ванино, и Владивосток. Тоже, как и за Сахалины, Камчатку, и Чукотку. Но, наверное, вам, замминистерству этому. У нас большой отряд депутатов дальневосточников, и амурчане, и хабаровчане, и приморцы. Вы почему с нами не посоветовались? Вы носите на обсуждение. Закон нужен. Но давайте мы ко второму чтению сделаем такой закон, который даст возможность и толчок к развитию Дальнего Востока. А для этого нужно провести ревизию объектов военно-промышленного комплекса. Что сегодня, в каком состоянии находится, и в состоянии на этой базе не на голом месте создавать то, что уже есть, а привлечь это все. И тогда, может быть, и за три года будут освоены. Я не сомневаюсь, что деньги будут освоены. Это у нас мастера на все руки. А что дадут эти за три года? Прибавится или нет? А сегодня нужно то, что Владимир Владимирович посетил на русском острове, наше высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Почему его не загрузить пацанами и девчонками, которые будут готовить кадры для того, чтобы поднимать Дальний Восток? Ведь мы сегодня, свободный 20, завершаем космодром, который в 2015 году поднимет тяжелую ракету. 30 тонн никогда в жизни не поднимало одно государство, потому что исторически это самая нужная точка в мире. Так нужно готовить специалистов, а там нужно для этого свободный 20. 30 тысяч ученых. Тогда, конечно, и появится какая-то перспектива, что тот план, который мы будем с вами утверждать во втором чтении, он поддержит и получит одобрение нашего депутатского корпуса. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, Почти 200 лет назад личная портника французской королевы воскликнула «Новое – это хорошо забытое старое». Вот сегодня нам с вами представлен Даконопроект «Совершенно новый метод государственного управления развитием территории», причем территории Дальнего Востока. По крайней мере, все оттуда начнется, так как солнце встает с Востока. Но, коллеги, давайте вспомним, как создавался последний город Советского Союза, последний город СССР, город Нерингри, что находится в Якутии. Советское правительство заключило компенсационное соглашение с правительством Японии, был получен кредит из Сиани Чубайс в 1 миллиард долларов и было объявлено о создании Южно-Якутийского территориально-производственного комплекса. И территория Южной Якутии превратилась в территорию опережающего развития. Конечно, мотивация, методы, инструменты управления были совершенно другие. Лично я горжусь тем, что был непосредственным участником, в общем-то, недавних событий. Сегодня совершенно другое время. Социализма давно нет. И методы государственного управления нужны, конечно, другие. И главный философский смысл, если так можно выразиться, законопроект заключается в стимулировании предпринимательской инициативы посредством создания особого предпринимательского инвестиционного климата, начиная от методов предоставления земель, заканчивая привилегированными условиями привлечения иностранной рабочей силы, освобождения от налогов и сборов. В законопроекте, как в инструкции по созданию новой системы управления территорией для развития бизнеса, все достаточно четко и подробно расписано. Это надо дать должное авторам законопроекта. Определены приоритеты и стимулы. В общем, в конце все законопроекты ясна, как божий день. Но вот возникает вопрос у другого порядка. Как это будет работать? Как это будет влиять в целом на социально-экономическую, демографическую и, наконец, на криминогенную обстановку в регионе? Президент Российской Федерации Путин Владимирович 1 сентября этого года на завещании в городе Якутске, где он непосредственно принимал участие, четко сказал, от того, как мы будем хозяйствовать на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, очень многое будет зависеть в развитии нашего государства в целом. На этом же совещании Минвостокразвития отметил, что снятие точечных инфраструктурных ограничений фактически распечатывает, запускает 18 крупнейших инвестиционных проектов, которые дают Дальнему Востоку 2,5 трлн рублей частных инвестиций. Это был бы мощный ресурс развития и подъема экономики. Там же было заявлено, что отобрано 14 наиболее перспективных площадок, где могут быть созданы соответствующие территории опережающего развития. Получается, уважаемые коллеги, что на территории Дальнего Востока будут действовать одновременно три климатических зоны жизнедеятельности бизнеса. Это первое – зона крупных инвестиционных инфраструктурных проектов. Второе – зона территорий опережающего развития. И, наконец, третье – зона обычной жизнедеятельности, обычного нормального малого и среднего бизнеса. Не хочется говорить, а вот раньше были зоны ГУЛАГа. Тем не менее, сразу вопрос, а не превращается ли территория опережающего развития в некие взрывоопасные этнические анклавы. Понятно, что это будет из-за границы рабочая сила. А продукция, вырабатываемая там, будет ориентирована только на экспорт, а как же внутренний рынок. В общем, нам очень не хотелось бы, чтобы Минвостокразвития в один прекрасный день не превратился в Минтероперразвитие. Именно в этом смысле мы за комплексный подход к развитию всех территорий Дальнего Востока и особенно северных территорий. Дорогие коллеги, конструктуально фракции «Справедливая Россия» готовы поддержать законопроект в первом чтении, готовим поправки ко второму чтению. Спасибо за внимание. Спасибо. Кирилл Игоревич, будете ещё раз выступать? Нет? Нет, выносим за час. Будете, пожалуйста. Сергей Игоревич, буквально на два момента хотел бы обратить внимание. Первое. От общественной палаты было отмечено то, что та система управления территориями опережающего развития, которая предусматривает то, что управляющая компания, уполномоченный орган реализует отдельные полномочия органов исполнительной власти, субъектов и муниципалитетов. Это плохо. Мы, наоборот, считаем, что это хорошо. Без этого не будет территория опережающего развития, если не будет единого центра ответственности. Это первое. И второе. Хотел бы прокомментировать. В части, касающейся привлечения трудовых ресурсов, у нас есть поручения соответствующие. Мы дополнительно проработаем, посмотрим на вопросы, которые бы чётко установили бы всё-таки приоритет привлечения граждан Российской Федерации и, в первую очередь, дальневосточников к работе в территориях опережающего развития. И, конечно же, попытаемся сохранить, сохраним, безусловно, в той или иной форме гарантии и компенсации лицам, работающих на Крайнем Севере и приравнив к ним местностях, именно в части, касающейся территорию опережающего развития, но только путём формирования новой системы мотиваций. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Коллеги, у нас на фиксированное время и 21 вопрос. Но давайте, чтобы не разрывать, сначала проголосуем, а потом уж начнём его сначала. Нет возражений? Приготовьтесь к голосованию. Второй вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений и федеральный закон о таможенном регулировании в Российской Федерации. Включите режим. Третье чтение. Покажите результат. Закон принят. Третий вопрос. Ставлено голосование во втором чтении законопроекта с новым названием о внесении изменений в статьи 5 и 10 федерального закона об особо охраняемых природных территориях и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Будет ли выступление по мотивам перед третьим? Нет. Ставлено голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. По ведению Владимира Георгиевича Позняков. Я извиняюсь. Второй вопрос. Я за. Позняков за. Прошу учесть. Четвертый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Включите режим голосования. Третье чтение. Покажите результат. Закон принят. Пятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 15 Федерального закона о статусе военнослужащих и статью 2 Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о статусе военнослужащих. Включите режим голосования. Второе чтение. Вкажите результат. Принято во втором чтении. Будут ли выступления по мотивам перед третьим? Нет. Ставлено голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Принят. Закон принят. Шестой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в связи с совершенствованием межбюджетных отношений. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Седьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о содействии развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты России. Включите режим. Второе чтение. Второе. Покажите результат. Принято во втором чтении. Восьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в градостроительный кодекс России и статью первого федерального закона о саморегулируемых организациях. Включите режим. Принято во втором чтении. Девятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 19.7 кодекса России об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Принято во втором чтении. Десятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 8.33 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Принято во втором чтении. По введению от Ориона Чаржба. Нет. Ошибочно. Одиннадцатый. Проект федерального закона о внесении постоянных судебных присутствий в составе некоторых районов судов Архангельской области. Включите режим. Второе чтение. Второе чтение. Далее голосуются законопроекты первого чтения. Двенадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России и признание утратившему силу отдельных законодательных актов Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Принято в первом чтении. Тринадцатый. Проект федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс России. Включите режим. Покажите результат. Принято в первом чтении. Четырнадцатый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 8 федерального закона о национальной платежной системе. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято в первом чтении. Пятнадцатый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 11 федерального закона о порядке выезда из России и въезда в Российскую Федерацию. Включите режим. Принято в первом чтении. Принято в первом чтении 16 федерального закона о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за несублюдение требований маркировки пищевой продукции. Включите режим. Покажите результат. Принято в первом чтении. Восемнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе столицы России и федеральный закон о судебном департаменте при Верховном суде России. Включите режим. Восемнадцатый проект федерального закона о территориях, опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Восемнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты России в связи с принятием федерального закона о территориях, опережающего социально-экономического развития. Включите режим голосования. 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 Конституционного закона об арбитражных судах в Российской Федерации. Коллеги, будьте внимательны. Голосуется Федеральный конституционный закон. Включите режим. Покажите результат. Законопроект одобрен в первом чтении. 32 вопрос. Проект Федерального закона о внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 33-й проект Федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 34-й проект Федерального закона о внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Далее рассматриваем 21-й вопрос. Он также на фиксированное время. 35-й вопрос. Хорошо, не помните, мы в конце. Перед обедом прошли. Ну давайте так. Хорошо, согласен. 35-й вопрос. Проект Федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Законопроект отклонен. 36-й проект Федерального закона о внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонен. 21-й вопрос. Повестки. Проект Федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс России в связи с принятием Федерального закона о территориях, опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Докладывает Кирилл Игоревич Степанов. Пожалуйста. Докладывает Кирилл Игоревич Степанов. Проект Федерального закона неразрывно связан с законопроектом, направленным на создание сети территорий, опережающего развитие, и предусматривает меры налогового стимулирования для деятельности резидентов указанных территорий. Льготы налогоплательщикам, которые имеют статус резидентов ТСР, предлагается установить по трём федеральным налогам. Налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых. В части налога на добавленную стоимость предлагается предоставить резидентам право на применение заявительного порядка возмещения налога по аналогии с крупными налогоплательщиками. Такое право предоставляется резиденту при наличии поручительства управляющей компанией. Позговорят в ускоренном порядке в течение 10 дней до завершения проверки налогового органа осуществлять зачёт или возврат уплаченного НДС. Второе. В части налога на прибыль предусматривается установление для организации резидентов нулевой ставки налога, зачисляемого в федеральный бюджет, в течение пяти лет, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль. Кроме того, законами субъектов может устанавливаться пониженная ставка налога на прибыль, подлежащая зачислению в региональные бюджеты на уровне не более 5% в течение первых пяти лет и не менее 10% в течение следующих пяти лет. Третье. По налогу на добычу полезных ископаемых предусматривается введение 10-летних налоговых каникул с постепенным ростом ставки от 0 до 100%. Предусмотренные законопроектом меры налогового стимулирования позволят создать благоприятный налоговый климат, что обеспечит привлечение частных инвестиций в создание новых производств на территориях опережающего развития. Ожидается, что мультипликатор частных инвестиций составит не менее чем 7 рублей вне бюджетных инвестиций на 1 рубль бюджетных ассигнований. Прошу вас поддержать проект федерального закона. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется проект федерального закона номер 623-885-6 о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Законопроект направлен на формирование максимально благоприятного налогового режима для развития экономического и научного потенциала в отдельных регионах Российской Федерации. В статье 176 прим. 1 налогового кодекса расширяются и уточняются условия применения института поручительства в целях обеспечения обязанности налогоплательщика по уплате налога. Законопроектом предусматривается установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций, получивших статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, для таких организаций устанавливается нулевая и применяется в течение пяти налоговых периодов. Размер налоговой ставки налогоподлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации не может быть выше пяти процентов в течение пяти налоговых периодов и не может быть менее десяти процентов в течение последующих пяти налоговых периодов. Также устанавливается понижающий коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого, применяемый организацией, получившей статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. К ставке налога на добычу полезных ископаемых, значение данного коэффициента в десятилетнем периоде поэтапно увеличивается от нуля до единицы, то есть в течение десяти лет он будет расти. Поддерживая концепцию законопроекта, необходимо отметить, что проект не содержит порядка утраты резидентам территории опережающего развития на применение льготной ставки по уплате налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых в случае прекращения статуса резидента территории опережающего развития. Кроме того, законопроект не содержит требования о необходимости ведения резидентами территории опережающего развития раздельного учета хозяйственных операций, позволяющего определить соответствие организации отдельным условиям применения льготных ставок налога. Комитет просит в целом поддержать законопроект и ко второму чтению его доработать в связи с теми недостатками, которые сегодня он имеет. Но в целом мы поддержим данный законопроект. Спасибо, Раиса Васильевна. Коллеги, есть ли вопросы? Вопросы есть. Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Валентин Степанович Романов. Вопрос заместителя министра. Хотел уточнить. Совсем недавно вся страна переживала за судьбу Дальнего Востока необычайное наводнение. Мы знаем, что Камчатка – это зона существенных землетрясений и всего остального. Насколько в законе предусмотрены эти обстоятельства непреодолимой силы? Если через пару лет что-то происходит, мы не можем за природу решить, когда это будет. Насколько закон это учитывает? Уважаемый Валентин Степанович, данный законопроект является законопроектом, по сути, спутником к основному ключевому законопроекту о территориях опережающего развития. И будет предусматривать меры налогового стимулирования, которые направлены на уменьшение себестоимости продукции у резидентов территории опережающего развития, повышение эффективности их действий и стимулирование экономического роста. Спасибо. Владимир Николаевич Федоткин. Кирилл Игоревич, вот две недели назад в этом зале мы принимали федеральный закон под названием о налоговом маневре. Там снижение таможенных было тарифов и одновременно повышение налога на НДПИ. Через две недели мы принимаем диаметрально противоположный закон о снижении ставок НДПИ до нуля. Два закона совершенно в разную сторону. Теперь что же, мы должны вернуться к тому закону, который еще не вступил в силу носить поправки? Потому что там никаких нет ссылок на нулевую ставку НДПИ. Там наоборот рост НДПИ. Ну, две стороны не ходят по одному и тому же вопросу. Спасибо за вопрос. Владимир Николаевич, уважаемый Владимир Николаевич, мы вводим коэффициент, новый коэффициент территории добычи полезного ископаемого. У нас один коэффициент территории добычи полезного ископаемого сейчас применяется по региональным инвестиционным проектам. Вот мы в целях стимулирования деятельности резидентов территории опережающего развития вводим новый коэффициент, который предусматривает постепенное в течение десятилетнего налогового периода увеличение НДПИ от нуля до единиц. И это предназначено не для всех организаций, индивидуальных предпринимателей, которые признаются пользователями нет, а только для тех, которые получили статус резидента. Спасибо. Иван Николаевич Абрамов. Уважаемый Кирилл Игоревич, вы, наверное, знаете, что главной этой проблемой Дальнего Востока является отток населения. Вот ваш законопроект «Спутник», вы наверняка делали динамику, как повлияют данные преференции налоговые на численность населения на Дальнем Востоке. Вот если у вас такие цифры есть, озвучьте, чтобы мы с надеждой смотрели в будущее. Мы оценивали не только этот законопроект с точки зрения, какие эффекты он даст по привлечению населения, но и нашу работу, которую мы проводим по реализации других инвестиционных проектов, которые не имеют привязки к территориям опережающего развития. Вот в рамках общей работы и торы, и инфраструктурно-инвестиционные проекты вне рамок торов мы оцениваем, что не менее 400 тысяч людей, население увеличится на Дальнем Востоке. Спасибо. Алексей Викторович Корниенко. Уважаемый Кирилл Игоревич, я задавал вопрос, какие все-таки последствия для бизнеса, не являющимися резидентами этих торов, будет иметь принятие данных льгот. На мой взгляд, самое что и на есть плохие. Просто бизнес, по сути дела, умрет, который не является участником данного проекта. И ответьте тогда на другой вопрос. А вот эти налоговые льготы как повлияют на социально-экономическое положение дальневосточных регионов? Спасибо. Алексей Викторович, на существующий бизнес мы не видим негативного эффекта от этого законопроекта. Напротив, мы видим, что существующий бизнес, причем в первую очередь малый и средний бизнес, получит дополнительные финансовые ресурсы, поскольку в рамках территории опережающего развития, по предварительным нашим договоренностям и меморандумам, будут приходить крупные компании, а малый и средний бизнес, который существует локально на территории Дальнего Востока, будет получать от них заказы. Вот мы видим только плюсы. А с точки зрения остальных социально-экономических эффектов, я о них уже говорил, 37 тысяч новых рабочих мест, 600 миллиардов частных инвестиций, с 2011 года существования территории опережающего развития, 70 миллиардов рублей ежегодно в поступлении налоговых доходов и страховых взносов, обязательных во внебюджетные фонды ежегодно. Спасибо. А кто хотел бы выступить? Есть. Прошу записаться, включите режим. Иван Ачин, есть что-нибудь телефон, кто там вот наверху? Кумин хотел ко мне подойти? Есть. Или его есть? Кумина, да. Покажите список. Андрей Дмитриевич Крутов. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, вчера мы поддерживали с вами, по сути, налоговые каникулы для Крыма и Севастополя. Сегодня мы поддерживаем снижение налоговых ставок и страховых взносов для предприятий, работающих на территориях опережающего развития. Ну, о чем это говорит? По-моему, это говорит только о том, что ныне действующая налоговая система настолько несовершенна, а уровень фискальной нагрузки настолько избыточен, что он не способствует развитию ни территорий отдельных, ни страны в целом. Но если мы признаем, что налоги избыточны для Крыма и Дальнего Востока, то почему правительство считает, что они, что называется, по карману налогоплательщикам всей страны? И если мы считаем, и прежде всего правительство считает, до сих пор актуальным призыв президента Путина о создании 25 миллионов новых рабочих мест, то зоной опережающего развития надо сделать как минимум весь малый и средний бизнес России. Вместо этого мы видим предложения, которые кардинально увеличивают нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса. О каком опережающем развитии страны в целом мы можем говорить, когда вносится предложение, по которым киоск или маленький магазинчик будет облагаться налогом в 600 тысяч рублей в квартал, а парикмахерская в 300 тысяч рублей в квартал. Данный законопроект мы, конечно, поддержим, но хотели бы подчеркнуть, что в пересмотре нуждается вся налоговая система страны и политика по отношению к малому и среднему бизнесу. Спасибо. Спасибо, Андрей Дмитриевич. Лазарев Константин Александрович, с места. Кирилл Игоревич, вот вы, отвечая на мой первый вопрос по структуре себестоимости, снижение ее за счет налоговой нагрузки, отсылку сделали к рассмотрению как раз вот этих вот поправок вот этого законопроекта. Но докладывая по этому законопроекту, так и не сообщили, в какой все-таки степени те налоговые поблажки, которые предоставляются резидентам территории опережающего развития, позволят снизить себестоимость. Это ключевые вопросы, где анализ них, насколько уменьшится общая себестоимость, насколько в связи с этим повысится конкурентоспособность производств перерабатывающих, производств добывающих. Этих данных, такого анализа в вашем выступлении нет. Мне кажется, это не очень профессионально, ведь это же все можно просчитать на уровне математики. Можно на основании этих расчетов сопоставить, насколько наши добывающие или перерабатывающие потенциальные предприятия Дальнего Востока могут быть конкурентоспособными относительно западных предприятий, относительно внутренних предприятий, с которыми, возможно, предстоит конкурировать. Это касается не только перерабатывающей отрасли и добывающей отрасли. У нас идет существенная конкуренция среди, предположим, добывающих предприятий угольной промышленности. Почему вы этого не делаете? Как можно тогда работать над экономическими вопросами, так поверхностно? Мне кажется, это неправильно. Надо вопросы следовать глубже. Спасибо. Кирилл Игоревич, будете выступать с заключительным словом? Нет. Раиса Васильевна тоже нет, да? Будете? Раиса Васильевна и Кармазина, включите микрофон. Уважаемые коллеги, закон, который мы приняли основной о территориях опережающего развития и социально-экономического развития этих территорий, он очень важный и нужный. Но сегодня сказать и просчитать, сделать финансово-экономическое обоснование просто невозможно, потому что это как бы новая форма работы. У нас есть экономические зоны, есть региональные инвестиционные проекты, а это территория опережающего развития. В этой связи правительством подготовлены поправки в налоговый кодекс, где даются преференции для тех, кто придет в эти территории опережающего развития. Поэтому сегодня просчитать, какая будет себестоимость, мы даже не знаем, какой бизнес туда придет, и просчитать, какая будет себестоимость, сколько выпадет налогов, сколько, наоборот, мы дадим толчок развития, и, может быть, 2-3 раза больше придет туда бюджет этих налогов. Поэтому сделать это невозможно. Я думаю, мы должны вступить в эту воду, дать право все-таки существовать и такому типу вот этих территорий опережающего развития. Поэтому я прошу вас проголосовать за данный законопроект и призываю все фракции присоединиться. А ко второму чтению я обращала внимание на те недостатки, которые есть в этом законе, присоединиться к нам и дать свои поправочки ко второму чтению. Но закон этот очень важный. Спасибо, Раиса Васильевна. Ставлен законопроект на голосование. Включите режим голосования. Продолжаем обсуждение 26-го вопроса порядка работы. С содокладом выступает Елена Леонидовна Николаева. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, я выступаю сейчас от комитета от времена от фракции по проекту федерального закона 550-624 о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части повышения гарантии права граждан на жилище. Мы прекрасно понимаем, что действительно поставленная задача в этом законопроекте является исключительно актуальной, особенно поскольку данный законопроект предусматривает обеспечение жилищных прав граждан, утративших право на жилые помещения, приобретённые за счёт кредита банка. Устанавливается, что после принятия решения о выселении гражданина из жилого помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного проживания жильём, а также совместно проживающих с ним членов его семьи муниципальное образование, соответствующего субъекта Российской Федерации, где расположено данное жилое помещение, должно обеспечить у каждого граждан жилыми помещениями маневренного фонда в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации. Мы знаем, что согласно Конституции Российской Федерации, одним из важнейших прав граждан является право на жилище, а потому статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что не допускается обращение взыскания по долгам собственника на единственное принадлежащее ему жилое помещение. Однако данное положение не действует в случаях обладания гражданина жилым помещением обременённым залогом. Особенности обращения взыскания на заложенное жильё, приобретённое с помощью ипотечного кредита займа, содержатся в ст. 78 Федерального закона об ипотеке. И в соответствии с пунктом 1 ст. 78 Федерального закона об ипотеке, обращение залогодержателям взыскания на заложенный жилой дом или квартиру и реализация этого имущества является основанием для прекращения права пользования ими обладателя или любых иных лиц, проживающих в таком жилом доме или квартире, при условии, что такой жилой дом или квартира были заложены по договору ипотеки или в силу закона об обеспечении возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной организацией или другим юридическим лицом на приобретение или строительство таких или иных видов жилого дома или квартиры. Обращение взыскания в судебном порядке подразумевает предоставление заёмщику жилья из маневренного фонда в соответствии с принятым существующим жилищным законодательством. Согласно пункту 2 статьи 95 ЖК РФ, жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания, в том числе граждан, утративших жилые помещения, в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счёт кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого имущества и заложены в обеспечении возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными. В силу статьи 106 ЖК РФ жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчёта не менее чем 6 квадратных метров жилой площади на одного человека. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период до завершения расчётов с гражданами, утратившими жилые помещения, в результате обращения взыскания на них после продажи жилых помещений, на которых было обращено это взыскание. Авторами обсуждаемого законопроекта предлагается, по сути, дублирующая норма, закрепляющая обязанность муниципального образования, соответствующую субъекту РФ, обеспечивать указанных граждан жилыми помещениями маневренного фонда. Данного же мнения придерживается Верховный суд РФ, который отмечает в своём отзыве, что предложенное в законе правовое регулирование не требует соответствующего подкрепления и не достигает обозначенной цели. Однако я хочу сказать, что проблема непредоставления жилых помещений маневренного фонда на самом деле реально существует, и несмотря на то, что оно достаточно полно урегулировано в жилищном законодательстве РФ, проблема на самом деле является на уровне правоприменения. К сожалению, суды отказывают таким гражданам в предоставлении жилых помещений на том основании, что в маневренном фонде нет свободных жилых помещений, и нехватка благоустроенных жилых помещений маневренного фонда в регионах, безусловно, усугубляет положение заёмщиков и членов его семьи, которые не смогли справиться с погашением полученного ипотечного кредита, для чего необходимо чётко урегулировать вопросы предоставления и использования жилых помещений маневренного фонда, но, к сожалению, в данном законопроекте это не предлагается. На основании вышеизложенного наш комитет в ходе заседания достаточно подробно обсудил данную инициативу, и, соглашаясь со сложностью и существом этой проблемы, 6 ноября мы приняли решение рекомендовать Государственной Думе данный законопроект отклонить. И вместе с тем мы предлагаем и предложили совместно работу авторами для того, чтобы обобщить соответствующую практику Верховного суда Российской Федерации. Соответствующий запрос мы сейчас готовим по этому поводу. Посмотреть практику рассмотрения споров по данной категории дел, сделать соответствующее разъяснение и после формирования правоприменительной практики внести необходимые коррективы в действующее законодательство. В данной редакции, к сожалению, обозначенная автором проблема не решается, поэтому комитет просит Государственную Думу законопроект отклонить. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Не вижу. Есть ли желающие выступить? Тоже нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Нет. Отклоняется законопроект. 23-й пункт порядка работы. Проект федерального закона об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Республики Саха, Якутия. Докладывает Алексей Ильич Еремеев, представитель Государственного собрания Литумен Республики Саха, Якутия. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты Государственной Думы, проект федерального закона об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Республики Саха, Якутия, разработан в соответствии с федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года о судах общей юрисдикции Российской Федерации в целях соблюдения конституционных прав граждан на судебную защиту и приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в 17 муниципальных образованиях Республики Саха, Якутия. Так, сегодня, например, юрисдикцию Усианского районного суда распространяется на Усианский, Абыйский и Аллаиховский районы. Между тем, расстояние между районными центрами этих районов, между Усианским районами и Аллаиховским районами, составляет 450 километров, между районными центрами Усианского района и Абыйского района, составляет 380 километров. При этом между ними отсутствует наземная транспортная схема, а также отсутствует воздушное сообщение. авиаперелеты из районных центров осуществляются только в столицу республики, город Якутск, дважды в неделю. Ранее в целях соблюдения конституционных прав граждан на судебную защиту и приближения правосудия к месту нахождения лиц, участвующих в деле, указами Президиума Верховного Совета Якутска и АСЭР были образованы постоянные выездные сессии Минницкого районного суда в поселке Аяхал, в городе Удачном и в поселке Чернышевском, Ленского районного суда в поселке Витиме, поселке Передуй, Хангаласского районного суда в поселке Масоволох, Якутского городского суда в поселке Жатай. Создание выездных сессий было обусловлено тем, что на территориях Минницкого, Ленского и Хангаласского районов расположены промышленные города и поселки, удаленные от районных центров на расстоянии более 100 и более 200 километров с численностью населения более 4 тысяч человек. Таким образом, необходимость образования 20 постоянных судебных присутствий в Республике Саха-Якутия, расположенных вне постоянного пребывания районных судов, обусловлено объективными причинами и географическими особенностями региона, поскольку все постоянные судебные присутствия находятся на удаленных от базовых судов расстоянии. 13 постоянных судебных присутствий расположены в районных центрах административно-территориальных образований, 7 постоянных судебных присутствий в промышленных населенных пунктах, где отсутствует регулярное автомобильное сообщение с районными центрами. Принятие указанного законопроекта позволит привести систему районных судов Республики Сахар-Якутия в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства. При этом право граждан на доступ к правосудию ограничено не будет, так как схема размещения судов не изменится, граждане смогут реализовывать право на обращение в суд с учетом места их проживания. Принятие данного федерального закона не потребует дополнительных финансовых ресурсов из федерального бюджета. Прошу поддержать проект федерального закона. Спасибо. Тамерлан Кимович Агузаров. Место. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, докладчик довольно подробно рассказал, для чего необходимо создать в Якутии 20 судебных присутствий. Комитет в принципе поддерживает данную законодательную инициативу, поскольку создание судебных присутствий это не упражнение районных судов. С учетом этого комитет полагает целесообразным поддержать представленную законодательную инициативу, поскольку ее принятие позволит совершенствовать судебную и организационную деятельность судов общей юрисдикции Республики Якутии и обеспечит необходимый уровень доступности осуществления правосудия в вышеуказанных населенных пунктах. С учетом изложенного комитет полагает и просит Государственную Думу принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Да. Товарищ из Якутии, не доехать. Да, доложил. Да. Покажите результат. Принято в первом чтении. Поздравляем. Так, Ярослав Евгеньевич, у Вас какой прогноз? Вспеете? Ну, давайте. 25-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ярослав Евгеньевич Нилов. Постараюсь коротко. Мы вчера достаточно подробно обсудили проблемы современной эвакуации. Я благодарен фракции КПРФ. Вчера они нас поддержали, фракции «Справедливая Россия». Нас поддержали, надеясь, тенденции сегодня сохранятся. Суть внесенного в законопроекта очень простая. То, что мешает проезду других транспортных средств или проходу пешеходов, эвакуируют. Если не мешает, штрафуйте, но не эвакуируйте. Простые примеры. Тверская улица. Два столба. Между двух столбов припарковалась маленькая легковая машина. Пешеходы между двух этих столбов не ходят. Подъезжает эвакуатор, эту машину эвакуируют. Объясняют это тем, что якобы она мешает пешеходам. Одновременно с этим другой эвакуатор подъезжает и встает на это же место. При этом с этими габаритами он мешает еще больше. Где логика? Нет логики. Еще пример. В центре начертили разметку таким образом, что две машины просто не могут поместиться в отведенное пространство. И одна вынуждена двумя колесами заезжать чуть-чуть на тротуар. Все нарушения. Приехали. Платная парковка. Автомобилист заплатил. Приехали, эвакуировали. Где логика? Нет логики. Последний пример. Разметка есть, что парковка. Знак еще висит, что парковка запрещена. Готовят платную стоянку. Таким образом, машины, которые в дальнейшем будут здесь стоять на платных условиях, никому мешать не будут. Но пока знак висит и одновременно противоречит нанесенной разметке, автомобилисты путаются. Хорошо, нарушу требования знака, штрафуйте, но не эвакуируйте. Есть логика? В моих словах есть. В логиках должностных лиц, которые это делают, я не вижу. Напоминаю еще раз, что эвакуация это обеспечительная мера. У нас не всех подряд, когда задерживают полицейский, везут в полицейский участок, а только тогда, когда действительно это необходимо. Иногда хватает разговора с правонарушителем на месте. Поэтому абсурдную ситуацию необходимо исправлять. Еще раз повторяю, что эвакуаторы сами нарушают правила дорожного движения, стоят под знаками на пешеходных переходах, на тротуарах. И тогда получается абсолютно абсурд, что легковым нельзя, а им, огромным этим зеленым крокодилом, можно. Логика никакой нету. Нас спрашивают, кто будет принимать решение, мешает или не мешает. Но слушайте, есть сотрудники дорожной полиции, а в некоторых регионах делают это еще другие органы, другие структуры исполнительной власти. Но взрослые, образованные люди должны понимать, что мешает, а что не мешает. Если автомобиль перекрыл вход в подъезд, надо эвакуировать. Если он стоит и никому не мешает на широком тротуаре, где вообще люди не ходят, ну штрафуйте его и не эвакуируйте. Все это, еще раз повторяю, из-за того, что это бизнес, желание заработать, но все это желание заработать может закончиться, к сожалению, кровью. Просим поддержать. Спасибо. Вячеслав Иванович Высаков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, тема, конечно, горячая, но наши коллеги из фракции ЛДПР пекут законопроекта, как горячие пирожки, буквально каждый день. Но если посмотреть, что внутри этого пирожка, внутри пирожка, к сожалению, ничего, абсолютная пустота. В данном случае мы имеем полет просто бурных фантазий, абсолютно бурных фантазий. Кто нашим коллегам эти фантазии подсказывает? Ну, может быть, якобы почетный адвокат Ольшанский, я не знаю. Но поскольку вчера пытались мою скромную персону демонизировать, да, в части принятия по праву КОАП, мне все-таки придется очень бегло пробежаться по основным моментам законопроекта, который мы с вами рассматриваем. Ну, во-первых, да, вчера было выступление коллеги из Воронежа, да, такое креативное. Оно меня немножко вдохновило тоже креативно подойти к докладу, с содокладу. Ну, я не буду включать диктофон со звуком автомобиля, просто очень короткую притчу расскажу. Царь вернулся из дальних походов, и его не встретили громом, поздравительным салютом, громом пушек. Он вызвал министра обороны и спросил, почему ты не встречал меня выстрелами из пушек. На что министр ответил, мой господин, на это есть ровно 124 причины. Первое, не было пороха. Значит, если остальные причины отбросить, то вот по поводу пороха я мог бы сказать очень простую вещь. Любое изменение, установленное в порядке задержания транспортного средства, либо его перемещения, требует дополнительных денежных, то есть расходов бюджетных средств, о чем в законопроекте не сказано ни слова, абсолютно. И, может быть, этого было бы достаточно, чтобы на этом закончить аргументы против данного законопроекта. Но, тем не менее, что могу еще сказать? Очень коротко, в двух словах. Ну, если вопрос о финансовом обеспечении все-таки встает, а коллеги предлагают это сделать путем перемещения автомобиля, либо должностным лицом, либо самим водителем, возникают вопросы. За счет кого это будет происходить? За счет бюджета? В бюджете нет таких средств, они не рассчитаны. Это требует изменения бюджета, о чем в законопроекте еще раз подчеркиваю, нет ни слова. За счет региональных бюджетов, вы, уважаемые авторы, спросили, у регионов есть у них на это деньги или нет. Нет у них на это денег, ни один регион с этим не согласится. Далее, значит, как процесс перемещения предлагают наши авторы сделать? Значит, за руль садится водитель или должностное лицо. Ну, во-первых, сам термин «ближайшее место, где данные транспортные средства, таких препятствий создавать не будет», совершенно непонятно. Найти такое место в Москве, в Санкт-Петербурге, во многих миллионниках, ну, просто невозможно. Как авторы себе представляют это? Садится должностное лицо за руль и начинает кружить по городу в поисках свободного места? Ну, согласитесь, коллеги, это абсолютный абсурд. Это первое. Где найти это место, это совершенно непонятно. Непонятные критерии оценки препятствий, которые создают транспортные средства, с целью принятия решения о перемещении его на спецстоянку или в ближайшее место, и таких препятствий оно создавать якобы не будет. Каким образом, значит, это всё можно осуществить? Если, ну, это абсолютно утопия, если ближайшее место окажется не очень ближайшим, как об этом проинформируют автовладельца? Я так понимаю, что никак проинформировать его невозможно. Это первое. Второе. Где он найдёт свой автомобиль? Будет курсировать, бегать, значит, вся спина будет мокрая, искать по переулкам, по улицам своё транспортное средство? Ну, абсолютная фантазия. Что ещё могу сказать в заключение? Ну, могу сказать, что, конечно, эта тема, повторяю, актуальна. И вчера-то нас упрекали в том, что мы долго думаем, долго собираемся. Недолго. Мы подготовили, вчера внесли законопроект. Ваш покорный слуга это сделал. Коллегам могу, значит, призвать присоединиться к этому законопроекту. Не буду его сейчас касаться, ни о нём мы говорим, а говорим о данном законопроекте. Но данный законопроект, вместо того, чтобы внести изменения, решить проблему, действительно существующую, её только усложняет. И абсолютно ни один вопрос не решает, а наоборот, создаёт огромное количество проблем. Поэтому я могу сказать, что, к сожалению, данный опус, а опус, прошу, не принимать как слово вранное, опус, переводится с латинского, это работа, труд. Но данный опус, к сожалению, комитет поддержать не может и рекомендует его отклонить. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет. Есть. Олег Анатольевич Нилов задаёт вопрос. У меня Вячеслав Иванович у вопроса. Уважаемый Вячеслав Иванович, объясните, пожалуйста, как так получилось, что законопроект коллеги Ярослава Нилова 22 сентября был расписан вашему комитету, мой законопроект и Сергея Михайловича на эту же тему 25 сентября вашему комитету рассмотрен. А когда вы рассматривали 6 ноября, вы рассмотрели только два законопроекта уважаемых коллег, а мой законопроект оставили, значит, ещё на потом. Это вот из каких соображений? Из-за того, что вы хотите, чтобы эту тему мы действительно ещё раз в ближайшее время на заседании рассмотрели? Или вы просто забыли о том, что есть норма регламента нашего, которая обязывает и комитеты, и Совет Думы выносить альтернативные законопроекты в пакете в обязательном порядке? Вячеслав Иванович Носаков. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, ну вопрос, наверное, к Совету Думы, а не ко мне. Поэтому я здесь могу сказать, что, насколько я знаю, отзывы из субъектов на ваш законопроект ещё не получены. Законится срок отзывов, законопроект будет рассмотрен. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Вопрос Сергея Владимировича Иванова. Нет, 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 поведение написано. Хорошо. По ведению Александра Сергеевича Старовойтова. Сергей Евгеньевич, мы бы Вас попросили со своей стороны, чтобы Вы нас оградили от некоторых, всё-таки, как мы считаем, хамских высказываний со стороны отдельных наших коллег по поводу того, печём мы пирожки или что мы ещё делаем. В частности, также оградить наших избирателей от ответов, которые иногда следуют, в частности, от того же самого коллеги, где дословно звучит, когда люди просят, чтобы включили в состав рабочей группы при подготовке законопроекта к второму чтению. Дословно читаю. Комитет имеет достаточный объём мнений и замечаний и пожеланий по поводу вышеуказанного проекта. Я, кстати, представителю комитета передал ответы, которые от Вячеслава Ивановича поступают, потому что это терпеть больше невозможно, уже честно Вам скажу. Спасибо. Прошу быть взаимовежливыми. Я вчера уже обращал внимание на это в конце рабочего заседания, вот Сергей Владимирович улыбается. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Вопрос? Депутат, пожалуйста, включите микрофон. Депутат Щепинов. Шепинов. Шерин. А, кто всё-таки хочет задать вопрос? Шерин. Шерин. Так и говорите, депутат Шерин. Не разобрались они, кто же хочет задать. Депутат Шерин. Депутату Шерину, включите микрофон. Нет такого взаимодействия. Нет такого взаимодействия. Нет такого взаимодействия. Микрофон включительно. На соседнюю, в чах, там соседняя карта. Депутат Калашников, Сергей Вячеславович. Да, у меня вопрос, Вячеслав Иванович. Вот я, на мой взгляд, очень замечательная и толковая законодательная инициатива. И хотелось бы откровенно получить ответ на такой вопрос. Вот количество мест, где нарушители могут припарковать свои автомобили, оно ограничено. И если будут выписываться просто штрафы, даже большие штрафы, то неизвестно, когда место освободится. А если автомобиль уехал на эвакуаторе, на его место приехал новый автомобиль, его снова увез в эвакуатор, это получается с экономической точки зрения выгоднее. Вот не в этом ли основная причина того, что инициатива нашего коллеги, она не проходит? Спасибо. Вячеслав Иванович Лосаков. Ну я достаточно, хотя и бегло, уважая ваше время, уважаемые коллеги, все-таки перечислил основные, не повысит слово нелепости законопроекта, потому что еще одно об одной не сказал. Предлагается должностному лицу, который в соответствии с КОАПом не имеет права садиться за руль, он имеет право только составить протокол. Так вот авторы предлагают сесть за руль и за рулем чужой машины искать место для стоянки. Вы как себе это представляете? А кто будет отвечать за машину, если он ударит кого-то или его ударит? Ну вот это одна из нелепостей, которая ярко характеризует и все остальные предложения. Спасибо. Спасибо. По ведению Андрея Викторовича Руденко. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня короткий вопрос, кстати, к авторам законопроекта и Качеславу Ивановичу. Вы знаете, есть такая инициатива, я узнал из средств массовой информации, в городе Москве. Автолюбитель регистрируется, это с июня 2013 года сделано, в специальной программе, где он регистрирует номер автомобиля, и в случае, если машина запаркована в неправильном месте, и он в течение, приходит смс, и он в течение 20 минут может эту машину забрать. Вот такая программа действует, оказывается, я узнал в городе Москве. Как вы считаете, стоит ли нам распространить ее на ваших законопроектах? Спасибо. Вот Вячеслав Иванович, я автор законопроекта. Вячеслав Иванович Лысаков. Я могу сказать, что по поводу 20 минут это не очень понятно, где коллега взял. По поводу регистрации на сайте госуслуг, да, советую всем это сделать, потому что нами предложен дисконт некий на первую плату штрафа, ровно 50% от предъявленного штрафа. Если вы это сделаете в течение 20 дней и будете об этом, узнаете о том, что попали под камеру с помощью смс-ки, вы сможете немножко сэкономить свой бюджет. Что касается предложений по эвакуации, то есть разные предложения. Но я, например, хочу ко второму чтению, уже прошу прощения, раз пошел разговор вообще об эвакуации, сказать о законопроектах, который был мной вчера внесен. Хочу предложить действия временных знаков, значит, сделать так, что время действия временных знаков начиналось не менее чем через неделю после их установки. Потому что ко мне поступают жалобы, что в Москве практикуется следующая практика. Машины ставят там, где не запрещена стоянка и остановка, подъезжает машина с временным знаком, выставляет временный знак и все машины эвакуируют. Вот поэтому такая коммерция, она абсолютно недопустима. И мы, я думаю, пропишем вместе с нашими коллегами такой момент, четко пропишем, что если временный знак поставлен, наказывать за него можно будет, то есть эвакуировать машину не ранее, чем через неделю. Спасибо. Спасибо. Прошу записаться на выступление. Включите режим. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, перед тем, как немножко покритиковать, хотел, конечно, выразить огромную, глубочайшую благодарность милейшему человеку, Челаю Ивановичу Лусакову, за то, что после вчерашней критики он остался в Думе, сидел до позднего вечера и таки разродился, извините за такое выражение, законопроектом, который сегодня обсуждает вся наша автомобильная общественность. Большое вам спасибо, низкий поклон. Это первое. Второе. Ваше прекрасное замечание по поводу законопроекта, который будет обсуждать, раз вы себе это позволили, я тоже позволю, по поводу временных знаков. Очень правильное замечание, своевременные. Надо будет как на коробке с молоком писать, годен с такого-то числа. И комиссия будет приходить и опломбировать этот знак, когда он установлен, опечатывать, чтобы, не дай бог, потом не возникало вопросов, когда его поставили, где и по какому поводу. Ну, это ладно, отступление. Теперь, коллеги, помните, вчера предложение было какое? Ну, Москва не самый бедный регион, в основном здесь происходят эти бардаки, ну, и столицы тоже не самые бедные, там, большие города. Могли бы, как бы, не сильно и брать деньги, ну, за счет, там, дополнительных доходов, за счет, там, денег, которые они берут на озеленение, ну, не в смысле высаждения, там, зеленых насаждений, высаживания, а то, что остается, потом в зелень переводят. Вот, могли бы за этот счет, как бы, эвакуировать? Нет, кричат, деньги из бюджета, денег нет, надо это дело финансировать. Сегодня, нам говорят, совершенно противоположное. Как же так? Мы говорим, ну, нет, если у вас денег, не трогайте, оставьте машину. У вас сейчас, вот, задним числом мы профихнули, не мы, а, опять же, большинство, когда принимали закон о новой Москве, что теперь это коммерческая деятельность, если раньше гаишники занимались, то теперь специальные службы, вот они мотаются по всей Москве и фиксируют на видео, кто где не там встал. То есть и так можно наказать, и эвакуировать можно. Значит, у вас денег жалко, если в бюджете их нет на повышение зарплаты врачам, вот сейчас сколько больниц сокращают в Москве, вот так не надо трогать, потратите их на хорошие дела. Нет, бессмысленно. Он проехал, сфотографировал, что машина не там стоит, и все нормально. А самое главное, коллеги, вот вы знаете, это было бы смешно, если не было так грустно. Помните эту ужасную трагедию во Владивостоке, когда пожарная машина не могла подъехать к дому, и люди выпадывали, выпрыгивали из домов, когда огромное количество людей погибло. Сейчас заедьте в любой микрорайон Москвы и поглядите, возможно ли или невозможно, госпожа Аршинова, не надо кричать, проехать к пожарной машине. Невозможно вообще, вообще невозможно. На Уфа-Пальма заедьте, там мусорка, потому что мусорку отнесли подальше, в конец двора, выехать не может из-за того, что машина стоит так, или этот самый, ну, крутой поворот. Вот тут-то что? Никто же ничего не делает и никого не эвакуирует. Зато с советских времен, к сожалению, у нас тенденция такая, где ставят знак «остановка запрещена»? В основном там, где люди хотят остановиться, возле больниц, возле магазинов, в других местах. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз говорю, это очень простая вещь. Если вы заботитесь о людях, уберите эти гадости. Ну, надеюсь, что после того, как Вячеслав Иванович внес закон на проект, мы от этого избавимся, но боюсь, что вряд ли. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, три минуты пока, если не уложусь, буду от фракции просить еще дополнить. Значит, тема действительно важная. И я хочу повладеть, Сергей Евгеньевич, вас за то, что вы услышали автомобилистов, партию, борющуюся с вот этими блокираторами. И смотрите, как красиво сделали. Не просто в один раз позволили нам отрубить хвост этому жирному коту с эвакуатором, а растянули на несколько заседаний. Вчера, сегодня, вот мой закон, Вячеслав Иванович узнает мнение регионов, а так он не знает мнение регионов по этому вопросу, да? И еще раз я выйду на эту трибуну, в скором времени буду докладывать. Что касается истории вопроса, Вячеслав Иванович, в 12-м году первый законопроект был мною внесен, в 13-м году три фракции проголосовали, больше 200 голосов. Вот вам мнение депутатов Государственной Думы. Какое еще нужно собирать мнение? По сути вопроса. Конечно, не туда идем, Вячеслав Иванович, и вы опять ведете не туда, не в ту степь. Значит, нужно наказывать не трижды отдельных избранных несчастливчиков, да? А нужно наказывать абсолютное большинство нарушителей. Меняйте вот этот курс. Представьте себе, коллеги, что если бы не 1-2% наказывалось и тремя тысячами, и пятью тысячами, и нервами, и потери времени, а абсолютное большинство нарушителей, но каждый день, наверное, тогда был бы результат другой. Но почему-то по этому пути не хотят идти. Почему? Да потому что в том числе, когда будут наказывать тремя тысячами каждого нарушителя, эти деньги придут в бюджет. Да, здесь правильно коллеги говорят. А здесь какая-то только доля этих денег приходит в бюджет, остальные вот этот кот намазывает себе на как бутерброд с маслом. Поэтому есть законопроект очень короткий. Вячеслав Иванович, вот этот самый короткий законопроект, он состоит из трех слов и двух цифр. Исключить части 4 и 5 статьи 12.16. Вот этот законопроект, который Вячеслав Иванович сейчас обсуждает со всей Россией. Это мой законопроект. Исключить эвакуацию в том случае, если нет препятствия движению пешеходов и транспортных средств. Все остальные пункты остаются в Коапе. Вячеслав Иванович мог бы дать такую справочку. Если автомобиль припаркован там, знаете, вторым-третьим рядом, создает препятствие, да, пусть эвакуируется. Тем более на трамвайных путях, или на пешеходном переходе, или на тротуаре. Это отдельные статьи Коапа. Пусть они остаются. Уберите вот эти два пункта, где парковка под знак и под разметку, но не создает препятствия движению транспорта и пешеходов. И проблема будет снята. Ну а дальше, конечно, нужно двигаться в том направлении, которым я сказал. Наказывать нужно всех справедливо, неотвратимо, а не отдельных людей наказывать вот таким тройным способом. Спасибо. Спасибо. Не прощай. Александр Гадиширин. Я бы хотел еще раз подтвердить, что инициатива грамотная. Она направлена на защиту интересов наших избирателей. Приведу буквально недельный пример тому назад. Мещеряков Валентина Николаевна, город Рязань. Пенсия 7300. Поставила автомобиль, ошибшись. В городе Рязани проведу экскурс. Есть такая улица Горького. По правой стороне, по ходу движения абсолютно ничего не мешает припарковывать автомобили. Но так как в центре больше негде припарковать автомобили, она ошиблась со дорожными знаками, припарковалась, автомобиль увезли, выплатила 5600 рублей. Речь идет о том, что в принципе, если действительно ставить запрещающие знаки там, где людям по-любому необходимо парковаться, то, наверное, должна быть альтернатива. И вот когда иронизировали на предмет должностного лица, которое должно ездить и смотреть, куда переставить автомобиль, я думаю, грамотно. Потому что если должностное лицо не найдет, куда поставить автомобиль, тогда какой вопрос к владельцу автомобиля, который припарковал машину именно в этом месте. Потому что штрафовать людей, эвакуировать их автомобили, а ситуация бывает разная. Поверьте мне, что, допустим, если речь идет о жизни и смерти, и человек, может быть, кого-то выносит на руках, который нуждается в срочной медицинской помощи, и это такие случаи, кстати, были, и на месте не находят автомобиля, кто тогда будет отвечать за скончавшегося человека, которого вовремя не отвезли в больницу. Потому что владелец автомобиля не нашел свою машину в том месте, в котором ее оставил. Мы пропагандируем о том, что частная собственность неприкосновенна. При этом автомобиль также является частной собственностью. При этом другим законам мы разрешаем эту частную собственность без согласия собственника перемещать с одного места в другое. При этом каждый регион абсолютно самостоятельно определяет размеры штрафов и определяет те места, где нельзя парковаться. Я еще раз, коллеги, призываю вас к тому, чтобы мы разделили наведение порядка на улицах наших городов, элементарное зарабатывание денег на обыкновенные проблемы парковки автомобилей, на котором приехал этот человек. Фракция ЛДПР призывает наводить в этом порядок действительно штрафами, но не нарушением законных прав граждан на свободное перемещение, согласно нашего законодательства, и неприкосновенность его частной собственности. Если человек выходит и не обнаружит своего автомобиля, мы его в том числе ограничиваем свободное передвижение на его частной собственности. Поэтому еще раз всех призываю поддержать этот нужный, грамотный и правильный закон. Спасибо. Спасибо. Ярослав Евгеньевич Нилов. Первое. На хамство отвечать хамством не собираюсь. Это не проявление слабости, а это просто нежелание уподобляться. Хотя хамство действительно есть. Второе. Когда мы слышим, что здесь есть якобы некий опус, никакого опуса, специально сейчас еще раз открыл административный кодекс, посмотрел, никакого опуса нет. Если автомобиль мешает пешеходам или другим транспортным средствам, его надо эвакуировать. Не мешает, трогать не надо. Есть такие случаи. Например, человеку стало плохо или человек напился и стоит в неположенном месте. Подъехал сотрудник полиции и говорит, давайте в вашем присутствии я переставлю автомобиль 10 метров вперед. Там можно припарковаться. Здесь нельзя, здесь нарушение. Вот о чем идет речь в той нашей, в том числе, поправке. Или появился водитель, который говорит, я сам отгоню машину, не надо трогать эвакуатором ее. Вот о чем идет речь. Поэтому никакой это не опус, это нормальные, как раз жизненные ситуации. Законопроект «Справедливая Россия», когда будет рассматриваться ЛДПР, тоже поддержит. И наш, вот этот внесенный законопроект поддержали практически все общественные организации, с кем я общаюсь, которые занимаются автомобильной тематикой. Кроме того, проводилось на радиостанциях множество опросов. Абсолютное большинство поддерживает необходимость введения понятия условной эвакуации, то есть эвакуирует только то, что действительно мешает. О чем идет речь в данном законопроекте? Мы все равно к этому придем. И Вячеслав Иванович вчера и сегодня признает, что ситуация нездоровая, ненормальная. Это неправильно, когда стоят машины, появляется неожиданно знак, и все машины массово увозятся отсюда. Люди не знают о том, что появился этот знак. Но можно предупредить, наклеить объявления, повесить какие-нибудь объявления, на лобовые стекла наклеить. Нет. Привезли, вставили временный знак, и тут же эвакуаторы заработали. Причем хватает самые большегрузные, самые такие машины с большим объемом двигателя, потому что это самая дорогая эвакуация. Спасибо. Вячеслав Иванович, вы будете выступать? Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроекта отклоняется. Коллеги, ну на сегодня, наверное, хватит, да? До свидания завершено. Спасибо. До пятницы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...